Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Из ряда вон новость просто. Все вы знаете, что Крутой принял решение в 2020 году провести новую волну в Казани, а не в Сочи. Это вызвано тем, что у него идет достаточно такая серьезная война с владельцем русской медиагруппы Киселевым. И в 2019 году, когда новая волна проводилась в Сочи, Киселев провел альтернативный музыкальный фестиваль. Самое главное, бесплатный вход был и пели те же артисты. Понятно, люди пошли сюда, где проводил Киселев, потому что Крутой проводил новую волну и, собственно говоря, там выступали те же артисты, но люди шли за деньги. И все дело в том, что это такая вот их война, набрала такие обороты, что Крутой очень нелестно высказался о Киселеве. А Киселев опубликовал целое открытое письмо против Крутого, где говорил о том, что Крутой также спонсировал свою дочь, когда она пыталась петь. В общем, очень это все вышло за рамки. Напомню, что Киселев друг Путина, поэтому Крутому было очень сложно. Но на тот момент я был спокоен, почему? Потому что за спиной Крутого, и об этом писали аналитики, эксперты, за спиной Крутого была серьезная, так скажем, крыша, что ли, если можно так выразиться. Это Михаил Гуцериев. Вы все знаете его, значит, Гуцериева, это он, да, это в том числе и поэт, но он самое главное, он написал стихи на песню «Знай», Димаша, да и не только на эту песню. Но вы знаете, дело все в том, что он еще и очень крупный бизнесмен и очень влиятельный бизнесмен, который владеет огромным количеством активов, включая медиа-активы, это огромное количество радиостанций, музыкальных каналов. И все дело в том, что он большой друг Крутого, телепроект «Ты супер», может быть, вы помните на НТВ, они вместе делали. И именно Гуцериев подарил те 12 квартир деткам из детдомов. И вот за спиной Крутого стоял Гуцериев, и говорили, что пока Гуцериев у него за спиной ничего, так скажем, ни с Крутым, ни с его подопечным, по крайней мере, там на территории России, ничего не будет сворачиваться, ничего такого не будет. И вот сегодня просто из ряда новость вышла, что силовики пришли к Гуцериеву из-за контрабанды нефти в Турцию и на Украину. Ну, а когда говорят о нефти, мы сразу вспоминаем все с вами, конечно, ЮКОС, мы сразу понимаем, что делается, да, и для чего делается, чего хотят на самом деле. Весь вопрос сейчас я прочитаю, и потом скажу, почему я говорю о Крутом и о Димаше Кудайбергене, самое главное, которого именно Крутой в России продвигал, да, с самого начала. Источники в силовых структурах утверждают, что уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, возбуждено в связи с контрабандой нефти и нефтепродуктов через Турцию на Украину. То есть возбуждено уголовное дело против, значит, Гуцериева. Следственные действия в структурах, связанных с бизнесменом Михаилом Гуцериевым, прошли в среду в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о контрабанде стратегических важных товаров и ресурсов, сообщили РБК, источник главного управления МВД по Москве. Значит, дело возбуждено по статье 226.1 УК, его ведет следственная часть управления на транспорте МВД по Центральному и Федеральному округу. В материалах дела говорится о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, ущерб оценивается в 2 миллиарда рублей. При этом, как отмечает источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась на Украину. Значит, все дело в том, что прошли обыски, соответственно, в структурах, связанных с Гуцериевым. И вот последняя новость, которая пришла буквально сейчас. Гуцериев назвал провокацией сообщение о обысках в его компании. Он пишет, нет, это неправда, это провокация. Приводят слова основного владельца группы САФМАР. Значит, эта информация не соответствует действительности, заявил представитель группы САФМАР. Значит, направили запрос в пресс-службу нефтетрейдера Гленкор, чтобы узнать правду. Значит, пресс-секретарь даже президента России, я говорю, Киселев друг Путина, отреагировал, заявил, что в Кремле нет информации о каких-либо обысках в группе САФМАР. САФМАР, значит, пока непонятно на самом деле до конца, что происходит. Но самое главное, я тогда говорил, что придет время, когда Киселев с помощью своих связей, он начнет давить не на крутого, а на того, кто за крутым. Как это обычно делается, чтобы, так сказать, убрать, выжить конкурента. Киселев хочет завоевать полностью медиарынок, полностью медиарынок в России. Крутой ему в этом препятствует. Он, новая волна у него там, детская новая волна, много всяких разных проектов, да? В данном случае удар по Гуцериеву может как раз быть для того сделан, чтобы сломить в том числе крутого, чтобы новая волна и все остальные проекты, которые приносят прибыль, самое главное, денежки, они принадлежали не крутому, чтобы не крутой там заведовал. Поэтому, на самом деле, новость будет уточняться, конечно, что там на самом деле произошло. Но, тем не менее, дыма без огня не бывает. И если действительно новость подтвердится, и если по Гуцериеву вот так вот ударят, то, безусловно, будущее... Если Крутой останется один, да, а каких-то неполитического влияния, невеса он не имеет, Гуцериев да, имеет, Крутой нет, то, безусловно, тогда будущее и Игоря Яковлевича Крутого, и в том числе Димаша Кудайбергена в России, оно будет, безусловно, под угрозой. Почему? Потому что, ну, ротацию он не получит, потому что Киселев крутит своих детей. Есть такой певец Владимир, Юркис и даже свою жену Елена Север, у нее псевдоним Север, Пушасон ТВ он крутит. Киселев, я имею в виду, да. И я думаю, что Димаша Кудайбергена он крутить точно не будет, потому что это совершенно другая музыка, да. Поэтому, такие вот новости, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вам нравится. Всем пока, ребят, до встречи, будем надеяться, что все обойдется и все будет хорошо, и на самом деле Гуцериеву не будет никаких претензий. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok